здравствуйте друзья эта программа танцующий мир и сегодня у нас джайв быстрый и искрометный этот стиль позволяет соревнующимся парам показать уровень своей физической подготовки в танце каким образом сейчас узнаете мы начинаем точное время возникновения танца джайв историкам неизвестно считается что он появился в 19 веке в юго-восточной части сша по одной из версий джайв это ритуальный танец который берет свое начало от африканских племен по другой корни джайва переплетаются с историей индийского танца как бы там ни было но в годы второй мировой войны искусство попадает в европейские страны и в скором времени завоевывает популярность среди молодежи главная особенность джайва в том что это самый самый веселый танец из латино-американской программы то есть музыка и движение все должно исполняться в очень веселом и поднятым настроением несмотря на зажигательный ритм и задиристый характер который пришелся по вкусу молодежи длительное время джайв был под запретом в залах для танцев многочисленные сложные поддержки считались травмоопасными для профессионалов однако танец вскоре стал конкурсным известно что на юге сша за лучшее исполнение джайва вручали необычный приз пирог в танце джайв используются две техники свинговая и прыжковая прыжковая техника это когда пара в общем-то прыгает да то есть использует какие-то киковые движения а свинговая техника это когда корпус так скользит до между нашим как бы предполагаемым центром то есть как бы раскачиваем корпус то это свинговая техника и некоторые пары исполняют свою джайв более в свинговой форме некоторые более в прыжковой ну и некоторые смешиваю да вообще сам для меня самое интересное исполнение когда смешивают эти две техники и танцуют и в прыжковом стиле и в свинговом на самом деле так намного интереснее смотрится вариация в начале 20 века профессионалы все еще не благосклонно относились к джайву танцоров не устраивали кажущаяся простота а также статичность исполнения джайв танцуют на одном месте в то время как в большинстве других танцев требуется двигаться по линии с тех пор многое изменилось джайв стал что называется любимцем публики а для танцоров каждое исполнение джайва все равно что сдача экзамена главная сложность исполнения джайва так как он танцуются в конце программы это финальный танец и если пара не обладает физическими данными то они будут танцевать и вял уже на последнее дыхание это учитывается судьями то есть пара должна быть очень физически подготовлена к этому танцу чтобы станцевать финал из пяти танцев и завершить его на полной энергии джайва джайв на соревнованиях танцует обычно в конце программы этим танцоры показывают насколько они выносливы что после четырех танцев вовсе не чувствуют усталости а задора в них столько же и они готовы продолжать борьбу одежда для танца джайв может быть разные по цвету фасону и назначению для показательных выступлений в стиле рок-н-ролл девушки выбирают шорты или бриджи сильно завышенной талии и блузку с рукавом фонарик или более распространенный вариант приталенное платье с пышной юбкой на фатиновой подложке костюм паркора скромнее узкие брюки или джинсы а также рубашка со стоячим воротником часто мужчины для соревнований укладывают волосы в стиле элвис или при али помню что джайв это не только техническое исполнение но и умение передать настроение и энергетику дорогие друзья помните отрывок из мюзикла мама миа you can dance you can drive так вот я хочу научиться и танцевать и научиться джайв а в этом мне поможет участник шоу-балета star action артем гейт артем привет при этом как дела хорошо как твои отлично ну мы готовы зажигать я думаю да как тебе настроение готова потому что с настроением нужно танцевать этот танец так поехали в общем первый джайв у нас делится на два типа свинговый и прыжковый первым разучим прыжковый джайв то есть кики пинки то есть что мы делаем правой ножку делаем вверх здесь как будто делаем укольчик снова вверх поднимаем ставим ножку теперь то же самое с левой внули и поставим на чуть быстрее теперь и раз два три 4 до 5 6 7 8 хорошо давай попробуем это сделать в паре теперь опа давай да то есть ты с правой и я тоже поехали и 1 2 3 4 5 6 7 отлично да давайте разучим с тобой следующее движение у него немного такое специфическое название пьяный моряк что мы делаем с тобой смотри шаг назад правой ножкой подставочка к левой шаг в сторону это же самое с левой до раз два три четыре почему-то называется так движением да потому что мы должны здесь волнообразно двигать свой корпус то есть вот так примерно то есть раскачивать его да как будто мы на палубе с 2 3 4 5 6 7 8 моряку по моему легче танцуется чем пьяному тут с волнообразными движениями проблему у меня немного так она теперь смотри давай попробуем сделать вот эти кики наши пинки да только по кругу в паре вот когда ручку мне сюда с правой ножкой делаем пиночки и двигаемся по кругу и раз два три 4 5 6 8 1 2 3 4 отлично следующее движение давай попробуем носок каблук что мы делаем очень легкое движение сначала делаем правой ножкой носочек потом каблучок делаешь шаг в сторону сюда сюда снова носочек каблучок шаг в сторону носок каблук сюда раз два три 4 5 6 7 хорошо давай попробуем это в паре и раз два три 4 5 6 7 до носок каблук шаг носок каблук шаг так и напоследок давай просто повеселимся посмеемся и такое смешное движение которое может отстать не просто везде то есть тот же самый пиночек до выброс ноги и вместе с ручками да то есть по кругу слушай артем здорово на самом деле я поняла почему ты вначале спросил про настроение если оно даже было может быть не таким замечательным то в процессе вот именно обучение оно поднялось просто взлетела до высоты спасибо тебе я этому очень рад дорогие друзья если у вас нет настроения если вам грустно печально одиноко обязательно разучите несколько движений джайва поверьте уж этот танец точно его поднимет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok